Всем привет! С вами Аннет и мы приехали в Крылатские холмы. Это парк, который находится в районе Крылатская и сейчас мы пойдем гулять по этому парку. У меня же супер, супер, мне как бы выгодный тарик какой-то, который я давно получил по-другому. Ну, ладно, че не надо на крыле. Спокойно, тихо. Я не знаю почему Крылатская, как говорили. Ну, наверное. Хотя, в общем, окраина на самом деле. Ну, ты знаешь, это может и окраина, зато она, видишь, вот сам на севере мастерике находится. Более экологически чистый? Да, тем более тут поджопый серебряный бок. Ну, может быть, поэтому, да. Это Рублевка. Именно район более престижный. Престижный? И он относительно свежий. Видишь, что вот эти высоты сплошные стоят? Вот такие вот? Не такие, а вот в смысле синие. Синие, это такие же, как у нас в районе? Да. Но они не самые престижные дома-то, в общем-то. Они довольно тоже старенькие. Они где-то, наверное, годов 70-х постройки. Нет, они не 70-х. Вот это вот конец 80-х. Да? Да, это конец 80-х. Интересно. Откуда ты столько всего знаешь, а? Потому что я разносчиком объявлений работал, блин, в этих сериях домах. Научился разбираться еще в восьмом классе. Опа. Неожиданно. Есть у нас царь-пушка, есть царь-колокол, была царь-тыква, а это у нас царь-мусорка. Это огромная-огромная мусорка. Она сделана из... Из огромной бочки. Оригинально. Вот у нас здесь есть такая красивая церковь еще. Кажется, что-то там про Богородицу, я не очень разбираюсь. Там вроде на карте было написано, но я что-то не посмотрела. Очень красивая, бирюзовая, с белым церквушка. У него сажали действительно на карантин. Такая вот церквушка красивая. Редкие случаи, когда при церкви у вас не просто какие-то там связанные с религией вещи, а, например, столярное мастерство. Секция бокс-самбо-кикбоксинг. Клуб единоборств имени святого Александра Невского. Сила духа. Ну, смотрите, как здорово. Довольно редкий случай, насколько мне известно. Так что, если вы живете в Крылатском вдруг или где-то поблизости от Крылатского и хотите, чтобы у вас ребенок занимался чем-нибудь полезным, то вот вам, пожалуйста, телефоны, адреса. Также вот такое вот тут интересное объявление. На территории церкви находится вот такой классный магазин, где можно купить всяких вкусняшек. Домашние продукты, так называются. Пирожки стандартно. Там еще с другой стороны есть церковная лавка. Очень красивые. На ней вот такие вот иконы мозаичные. Редкая церковь, которая вызывает у меня просто вот очень позитивные эмоции. Вот еще такое объявление у них. Бесплатные секции для мальчиков и девочек. Ну, пожалуйста. Воскресная школа. Ну, в общем, все это такой довольно кружок прессований для детей-инвалидов. Ну, по-моему, прекрасные инициативы у них здесь. Просто вот отличные. А вот там, ребята, есть канатная дорога. Смотрите. По карте там канатных дорог таких. Несколько штук. Несколько таких вот путей. Я не знаю. Может быть, мы прокатимся, может быть, нет. Посмотрим. Парк называется Крылатские холмы. Со стороны было не очень понятно, почему такое название. А сейчас мы очень хорошо видим, что это холмы, действительно. И мы сейчас идем вниз в какой-то... Вниз холма в какой-то... Ой, в ображек. Ой. Можно очень осторожно идти. Посмотрим, что там внизу находится. Такая вот тут топиночка. Идет дикая-дикая. На ней видно, как стекала вода, промыла такие вот русла. Вот мы сейчас куда-то входим в лесистую такую часть. Посмотрим, что там. Здесь потрясающе пахнет травою. Да, у нас это свежий запах, как от реки, от воды. Да, похоже, мы нашли какую-то речку. Или что-то похожее на речку. Да, точно, это маленькая речушка. Отличная маленькая речушка. Отличная речушка. Пройдемся в тот берег от речушки. Вода чистая-чистая, прозрачная-прозрачная. О, а здесь, похоже, какой-то святой источник. Сейчас посмотрим. Потрясающе красоты корни такие. Здесь можно посидеть, отдохнуть. О, кораблик. Обалдеть. Кораблик. Вот здесь течет у нас святой источник бьет, из которого вытекает вот эта маленькая речка. Очень такой облагороженный. Стоят тут свежие цветы, живые, полевые. Собранные, видимо, прям тут же где-то в парке. Вот такая вот водичка тут бежит. Стоят тут, пойдемте в воду. Стоят тут, пойдемте в воду. Стоят veio пару душевую,у具 ли меня. Вот так, вот пожалуйста было тестирование этого родника правда уже давно судя по всему в этом году в четырнадцатом году тестировал сток родник в этом году не было тестирования но тем не менее вот пожалуйста подходит чтобы пить отсюда воду как вы видите ну что ж умылись из этого родника можем идти дальше гулять пойдем теперь из этого врага взбираться в гору можно отдохнуть посидеть в тенечке на земле песок и камушки то есть в дождь здесь тоже должно быть достаточно чисто и комфортно осиновая или березовая рощица березовая рощица какой-то уклон будем забираться вверх ух ты ж какой да склон тут не хилый ребят а лесенки никакой здесь не хватает конечно фух в дождь тут надо не войдешь на немножко вот этой зоне не хватает облагороженности виде лесенок каких-нибудь потому что разбираться просто по склону по такому это конечно тяжело и не каждый это осилит он даже я уже задыхаюсь господи то что сейчас буду делать привал ну я не думаю что мы к нам спустили что он привязал да здесь уху Ребята, мы забрались На высокий-высокий холм С которого открывается Потрясающий вид Вокруг на Москву Просто потрясающий Вот это Стелла На парке Победы Конечно же Москва-Сити Останкинская теребашня виднеется Почти спустились с холма Идем по такой узенькой тропинке Вокруг буйства трав Здесь тоже виден Русло видно ручейка Который стекает во время дождя Сейчас спустимся вниз Пойдем дальше Мы вышли в какую-то условную цивилизацию Во всяком случае здесь широкая асфальтированная дорога Ровная, прямая И ходят даже какие-то люди Потому что там, где мы были до этого Там был сплошной лес, заросли Бездорожье В общем-то Но зато очень красиво Тут написано выезд Надо сейчас посмотреть карту И посмотреть в какую сторону нам лучше идти Так, вот это место называется Каменная клетва Здесь живут утки И здесь вот такие вот Водоемчики Искусственные Да, и здесь много-много уток Они вон греются на солнышке Спят Их много-много прям Вода здесь нутноватая Такое ощущение, как будто бы Она сливается откуда-то О, здравствуй, утка Ты меня совсем не боишься Тебе на меня пофигу Молодец, правильно Вот тут, пожалуйста, тоже лешбища уток Слушайте, эти утки вообще ничего не боятся Я иду от них буквально там в паре метров Она сказала кря-кря Где вы такие у меня хорошенькие Где вы такие лапузички Спите здесь Отдыхайте Вот такое вот место интересное У них тут вон домик есть у этих утей Они здесь Отдыхают, спят В голове тут На солнышке греются Ой, господи Я иду прямо на уток Я так близко никогда к уткам не подходила Так странно А вы такие лапуси Вы такие Такие-то вспышки Ух, буты Какие Какие буты Офигеть Нашли такую же каменную штуку Как там с утками Но она походу Вся высохла Там есть вода У нас зацвела Да, там есть вода Но она вот вся зацветшая Выглядит такой заброшенной слегка Да, там вот у этой Каменной штуки Видимо, отец с двумя сыновьями Старший парень упражнялся с мечом Не с деревянным причем А, судя по всему, с текстолитовым Такой юный горец Мы свернули На такую тенистую Дорожку Сейчас мы по ней попробуем Выйти куда-нибудь Нам нужно подняться вверх Куда-то Немножко Немножко правее Нам нужно Вот туда Куда-то нам нужно Попробуем сейчас По этой тропинке выйти Здесь какая-то труба лежит И вот здесь вот тоже Что-то типа Как это назвать Какой-то провод Что это такое Непонятно Здесь низинка Немножко заболоченная Тихий-тихий-тихий лес Опять же Обращаю ваше внимание Мы находимся сейчас В городе В огромном мегаполисе Здесь есть вот такое место Где Такая прекрасная природа Зеленый лесок Здесь тихо-тихо Здесь практически не слышно машин Зеленые 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 Здесь тоже создается Есть неизинение Вот так вот. 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 Вот. Вот так вот. Вот. Вот так вот. 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 , вот. 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 вот.